Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Когда страх перед родителями сильнее собственного отцовского чувства? Кто это? Артиэль. Что его имя? На этом видео двухмесячный Артиэль. Он родился в Харьковском городском роддоме номер один. Его мама 26-летняя Шиба Ружди, гражданка Мальдив, а папа 20-летний египтянин Мухаммед Салам. Артиэль. Артиэль. Буквально сразу после рождения сына Шиба вынуждена была оставить ребенка в Украине и вернуться домой на Мальдивы. У меня разрывается сердце, что мой сын находится от меня через океаны. Я прошу прощения у сына, что я его оставила. У меня не было другого выбора. Я надеюсь, что когда-то я увижу своего сына и обниму. Сейчас я не могу вернуться в Украину. А Мухаммед оказался не готовым к воспитанию грудничка в одиночку в чужой стране. Я целый день в институте на учебе. Вынужден нанять няню. Сын стал неспокойный без мамы. Плачет. Перестал набирать вес. По ночам не высыпаюсь. Досыпаю на парах. Родители Артиэля познакомились в Харькове полтора года назад. Они студенты медицинского института. В своей привычной жизни они вряд ли смогут быть вместе. Между их семьями социальная пропасть. Мой папа был против, чтобы я женился на Шибе. Он не знал, что Шиба была беременная. Папа даже не знает, что у него в Украине здесь родился внук. Я боюсь ему в этом признаться. После отъезда Шибы регистрация сына повисла в воздухе. У новорожденного Артиэля нет вообще никаких документов. Из-за сложности с переводом Мухаммед остался один на один с множеством проблем. К чиновникам он не обращается. Боится, что малыша просто у него заберут. Мой сын человек мира. Он есть, но по документам его как бы не существует. Единственным помощником и поддержкой в Украине стала случайная знакомая из ателье. Ребята пришли ко мне на работу и попросили пошить им платье. Одной задачей было скрыть животик. Животик уже было хорошо видно. Страх перед родителями, против воли которых родился малыш, или умышленная попытка скрыть новорожденного ребенка для личной выгоды в чужой стране? Сегодня в студии касается каждого. Эксперты разберутся, что на самом деле мешает иностранцам стать официальными родителями собственному сыну. Тема нашей программы – гражданин мира. И сегодня к нам на эфир приехала 46-летняя харьковчанка, которая волею случая стала буквально ангелом-хранителем для новорожденного сына двух студентов-иностранцев. Давайте выслушаем эту удивительную историю и постараемся вместе найти выход. Встречайте, Ольга Хадюк. Здравствуйте. Так получилось, что я участник этой всей ситуации, потому что я поняла, что родился ребеночек. Они любят друг друга. Они попали в такую пропасть, где ребенка по документам не существует. Мы не можем ничего сделать. Помогите, пожалуйста, нам. Вы же не просто помогаете. Вы же даже на родах присутствовали, да? Так получилось, что когда ко мне пришли впервые, ко мне пришли с переводчиком телефонным и показали мне, что на русском языке. К вам это куда пришли? Я шью, у меня магазин по продаже, я занимаюсь с артистами. То есть у меня свой бизнес. Щиба выпускалась, получала диплом и ей нужно было пошить вечернее платье. У него был уже такой большой-большой животик, она маленькая, щупленькая, сильно было видно. Вы стали плотно общаться. Никакого языкового барьера. Вы говорите по-английски. Ребята на английском общаются все. Без переводчиков. Мы общались без переводчиков, а без ничего. Подождите, а сколько лет она тогда провела в нашей стране? Шесть лет. А вам не показалось странным, что за шесть лет человек не выучил язык в стране, в которой получает обучение? Мне не показалось это странным. Я выросла в Харькове, я живу тут много лет, и я понимаю, что для иностранцев, я это видела, образуется такой вакуум. Вакуум. Они обучаются на английском языке. Ну а для жизни, для быта, для общения с окружающими? У них окружение все англоязычное. Я понял. Вы пошили платье. Да. И дальше стали переписываться. А какой месяц был у Шибы? На тот момент, это было, если не ошибаюсь, середина июня, числа 15-го. Я, естественно, спросила, какой у тебя срок. Она сказала, у меня примерно 7 месяцев. И я посчитала и решила, что плюс 2 месяца, то есть это где-то середина августа роды. Но я поняла, что она не хочет, чтобы на потоке знали, видели живот. То есть в институте никто не знал о том, что Шиба беременна? Знали близкие друзья. Но они уже все заканчивали учебу, и половина из них почти все улетели. А как себя вел парень? Он ведь тоже приходил на все премьерки, он был с ней постоянно. Он с ней был все время. Мы ездили, мы выбирали ткань по всему Харькову. Я везде с ними ездила. Он ее садил в машину, он открывал двери. Я видела, что он ее просто боготворит. Итак, с платьем у вас все получилось. Выпускной тоже прошел. Прошел. Но на этом ваше общение с этой парой не закончилось. Нет. Почему? Мы стали переписываться. Она меня спросила, есть ли врач, у которого можно родить ребенка. Потому что она сталкивается с непониманием здесь. Потому что она не говорит на русском. Но она только сейчас это поняла, когда уже забеременела и вот-вот рожает? Она не ходила по официальным инстанциям до этого. Когда она натолкнулась на определенные барьеры, например, первый раз я поняла, это студенческая поликлиника. Ее нигде никто не хотел с ней разговаривать. Когда видели, что говорит на английском человек, приходите с переводчиком. Дальше этого не шло. Все. Скажите, а на учете в женской консультации она состояла? Она стояла на учете в женской консультации. Обслуживала ее врач, к которому она пришла один раз. Ее посмотрели, она сдала все анализы. У нее была карта со всеми анализами. А потом помощница врача, молодая девушка, она общалась с ней, ну я так поняла, не очень корректно. Я почувствовала на себе, когда мы попали 12 июля туда. А вы уже с ними везде ходили, по всей инстанции. То есть вы стали таким, своего рода, переводчиком между их англоязычным миром и вот нашими реалиями, нашим миром, нашими чиновниками, кабинетами, врачами. Я просто поняла, что мне надо им помочь, потому что сами, есть моменты, которыми я не справлюсь, а они вообще никогда не сделают. А вам это зачем? У вас своих хлопот куча от Ильея, своя семья наверняка, свои заботы. Ну я вот что-то к ним почувствовала, я не могу объяснить. У меня дочка примерно такого же возраста, как Шиба. Я не могу это объяснить. Я почувствовала, что я им нужна и все. Вот так. Итак, вы пошли на роды, да? Да. Я отвела к своему врачу. Это было 12 июля. Шиба мне написала смс-ку, что у нее есть какие-то изменения по женской части. Я сразу поняла, что это, и решила, что надо ехать. Позвонила к своему врачу, она была на смене. Она говорит, приезжай прямо сейчас. Подождите, а я только хотел, ведь Шиба же ведь училась на врача все это время? Да, да. Она не понимала, что с ней происходит? А вы поняли? Ну это впервые. Я не думаю, что девочка с 26 лет знала, как это проходит впервые. Конечно, не понимала. Она не то чтобы испугалась, но она решила задать мне вопрос. У меня двое детей, я понимаю в этих делах. Это наши женские дела. Я сказала, что наверняка надо ехать. Итак, вы поехали к врачу вашему. Мы поехали к врачу. Через 10 минут мне сказала Ольга Николаевна, что даже сутки еще не пройдут, она в процессе родов. И мне нужно срочно ехать на нашу студенческую поликлинику, так как у нее нет обменной карты. У нее есть анализы, но обменная карта пустая. Без обменной карты очень сложно будет попасть в роддом. Мы поехали туда. И вот там я поняла, что происходило в процессе ее беременности. Я увидела, что здесь есть, мне показалось, что есть определенная степень расизма, связанная, видимо, с цветом кожи. Мне так показалось. Отношение немножечко такое, вот как к второму сорту. Я почувствовала это. Я начала просить и говорить, девочки, пожалуйста, давайте вот сейчас просто чисто включим человеческий фактор. Девочка в процессе родов. В течение суток у нее родится малыш. Пожалуйста, давайте поможем. Я ничего плохого вас не прошу. Просто перенесите эти данные и поставьте печать в поликлинику. Слушайте, очень странно, что вы это врачам объясняли. Никто не понимал. Я натолкнулась на стеклянные лица. Я натолкнулась на недопонимание. И сщи бы сделали виноватую. Итак, вы постарались как-то всех успокоить, чтобы врачи занимались своим делом? Они заполнили мне обменную карту. Все, мы ушли. Я ушла спокойно, что у нас есть документы. Вот я вас слушаю. И очень странно, что эти ребята были всегда вдвоем. Не друзей, не родственников. По сути, они доверились вам, совершенно чужому, постороннему человеку. Где их родственники были? Вы этот вопрос им задавали? Родственники все дома. Мама Шибына знала, что есть ребенок, и что она беременна, и что она будет рожать. А насчет Мухаммеда родителей, мне, зная специфику мусульман из ислама, я не задавала этот вопрос ему. А если говорить о маме Шибы, какое-то присутствие телефоном, виртуальное присутствие было рядом с дочерью? До того момента, когда родился Артиэль, я ни разу не слышала голоса Шибы, и чтобы мама ей звонила. А ребята Шиба и Мухаммед, они состоят официально в отношениях? Поскольку у них религия ислам, не так, как у нас, у них первостепенно, это они идут в мечеть, после этого получают свидетельство о браке. Здесь они расписались в Одессе, они пошли только в мечеть. Никаких документов они не получили. А как же получается, что ребенок до сих пор без документов, почему его до сих пор не оформили? Получается, мама закончила здесь обучение, и получилось, что у нее посвятка заканчивалась 1 сентября. Насколько я ходила, узнавала, 1 сентября плюс 7 дней до этого момента, до 7 сентября, она легально находится в стране. 8 сентября ее имеют право полно депортировать с Украины, так как она не продлила посвятку на темчасовое перебывание в Украине. А почему она не продлила эту посвятку? Они везде, как и я, собственно, с ними в больнице везде, я натыкалась на такое недопонимание, нежелание общаться. Нет переводчика, не надо, все, берите переводчика, приходите. Шиба очень маленькая девочка, худенькая, щупленькая. Послушай, если бы они пришли с ребеночком на руках, ну какой переводчик? Ну и так все понятно, что нужно помочь. Две или три недели она приходила в себя. После родов? После родов. Роды сложными были? Нет, легкими, просто она очень маленькая, ей было тяжеловато. Скажите, пожалуйста, у кого медицинское свидетельство о рождении ребенка? У Мухаммеда. У Мухаммеда. Следующий вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что они расписались. Вы термин расписались, употребляете в контексте украинского национального законодательства. То есть были ли они в ЗАГСе и имеют ли они свидетельства о регистрации брака? Не имеют. Нет. Потому что это сейчас, ну, крайне важно. В Украине есть единственный вид регистрации брака. Это государственный вид регистрации брака. И если в данном случае молодые люди, о которых мы говорим, не обратились в ЗАГС и не зарегистрировали отношения, то они не пребывают в регистрации брака. Они могли бы такое свидетельство о регистрации привести из другой страны. Но у нас нет процедуры вызнания церковных браков. Итак, сейчас мы видим счастливых молодых родителей, которые держат на руках своего малыша. Как, кстати, назвали мальчика? Артель. Это имя ангела, который в аду спасал людей. Выписали ребят. И что дальше? Как они справлялись со своими родительскими обязанностями? Просили ли у вас каких-то советов, помощи? Они не просили. Я приезжала сама постоянно. Я видела, что они так держат головку, они так держат шейку, что нужно проверить температуру локтям. Для меня это очевидно. Для них это было впервые. А неанатолог приходил к ним после выписки? Да, к ним приходила врач. Я там присутствовала, договаривалась с врачами, с медсестрами о времени. Они приходили, смотрели. Я все переводила. И все абсолютно, начиная с роддома, говорили, какой хорошенький, такой маленький, такой хорошенький. Он очень активный. Она кормила грудью. У нее было очень много молока. За первый месяц малыш набрал кило 190. Очевидно, что ребята счастливы. Как долго они были такими счастливыми в полном составе? До 30 августа, когда я уже поняла, что расписать их не получится, потому что 30-40 дней надо на проверку документов, поскольку они иностранцы. Я поняла, что если она не улетит, ее депортируют. И миграционные службы мне сказали, что есть миграционная полиция. Если я буду гулять с ребенком, если они будут гулять с ребенком, ее с ребенком имеют полное право забрать спецприемник. Мне просто стало реально очень страшно. Людмила Семеновна, а вот вы так возмущаетесь. То есть это неправда, что могли депортировать? Я не по этому поводу. Депортировать действительно могли. С ребенком? Или без ребенка? И с ребенком, без ребенка могут депортировать в любом месте, на улицу. Так, может, пусть бы она лучше с ребенком уехала из стороны? Могут забрать спецприемник. Вот, это то, что вызвало мою эмоцию. Нужно ли было так бояться депортации? Вот именно, что это, знаете, такой фактор, который повлиял на то, что эта семья на время распалась. Они испугались депортации, нарушение миграционных законов. Эдуард, они ли испугались депортации? Они испугались. Или Ольга все-таки? Нет, нет, Ольга, вы сделали очень много добра, поверьте. Вы никому ничего не обязаны, вы и так сделали больше, чем могли. Но в вопросах депортации не надо было вот так боязно к этому относиться, потому что есть процедуры, которые позволили бы им сохранить свой счасть. Мне кажется, что в данной ситуации был слишком большой акцент на возможности депортации. Аж настолько, что от человека, которому очень верили, вообще, ну, фактически руки, ноги и все остальное, прозвучало уезжай, бросай и уезжай. Это сто процентов я сказала, я боялась этого. Когда я услышала о спецприемнике с грудным ребенком, я сейчас говорю, у меня мурашки по телу, я боялась этого больше всего. Скажите, каким было расставание, ошибка с Артиэлем? Артиэль все время чувствовал и плакал, хотя малыш очень спокойно я это видела. Она держалась, как могла накормить нормально после 5-го числа, поскольку мы перешли на искусственное, сразу я начала давать бутылку, он не знал, что это такое. Мы резко перешли, и я видела, как она пытается дать ему грудь, а ребенок жутко нервничает. Я понимала, что он чувствует, что у него, наверное, уже может быть меньше молока, она нервничала. Почему она не взяла малыша с собой? Просто может показаться, что у него, в принципе, в планах этого не было. Нет, 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 мы не могли его зарегистрировать. Мы приехали, это был ЗАГС Рымарская 28, я приезжаю, понимаете, четверг, санитарный день, неприемный день, последний день месяца. И я понимаю, закрытые ворота. Следующий день, 1 сентября, легально, она до 1 сентября, посвятка у нее заканчивается. Она мне сказала, что звонят с медуниверситета, ей надо отдать посвятку, ей надо выписаться в ЦНАБе. И я понимаю, что последний день я прихожу туда, объясняю ситуацию, мне попалась очень хорошая женщина, таких реально мало. Она мне рассказала, я показала все документы, она сказала, что вам сейчас нужно поехать к нотариусу, я показываю документы. Она мне говорит, что поскольку мама в стране завтра уже нелегально находится, заполняйте заяву на вызнание батькинства. Я начинаю, она мне показывала, как это все заполнять. Вы идете, говорит, сейчас к нотариусу, подписываете документы этот, потом идете в бюро переводов, официальный перевод со штампом, делаете свидетельство на вызнание батькинства. И после этого приходите ко мне. Мы приходим к нотариусу, я показываю этот документ, мы втроем с Артиэлем и с Чибой, Мухаммед в этот момент в университете, заходим. Она смотрит и говорит, а мы такого не делали, а я не знаю, что это. Обычно, когда я набиваю на ноутбуке эту форму, у меня выбивается стандартная форма, а этой формы у меня нет. Я говорю, пожалуйста, помогите, завтра у человека заканчивается легальное пребывание, она кормит грудью, она вынуждена будет улететь. Она говорит, давайте я вам оформлю так, напечатаю сама вручную, сходите, пожалуйста, на Рыморскую 28, если она говорит, что это нормально, возможно, мы его подпишем. Можно перевести, что такое Рыморская 28? ЗАГС, ЗАГС, свидетельство о рождении ребенка, где получаю. Я понимаю, что пятница, приемный день, можно посмотреть по календарю, наверное, это 1 сентября, последний день официального пребывания в стране. Пятница, да, 1 сентября. У нее был приемный день, я прихожу к нотариусу, а она говорит, а я не могу даже печать сюда поставить, даже если бы форма соответствовала, потому что мама не легал в стране, я этого не сделаю. Формально считается, как мне объяснили, мама бросила ребенка, формально, поймите, ребенок сирота, папе надо доказывать отцовствовать, мама улетела, и она фактически его бросила. Мама улетела, вот как это сказалось на РТЛе, на маленьком РТЛе, расскажите. Все было нормально, но когда взвесились, и оказалось, что мы набрали всего 500 грамм за второй месяц, это мало. Я подумала, боже, неужели за неделю такой процесс смены, он хорошо ел, как он, он набрал мало. Но он при этом был активный, абсолютно спокойный, я поведения, изменений никаких не увидела, у меня есть опыт. Если бы я увидела, что ребенка что-то не так, я бы позвонила бы. Мы ездили ко всем врачам. В целом за два месяца ребенок набрал даже больше, чем он, в принципе, то есть это в пределах нормы совершенно. И не обязательно ребенку четко по графику придерживаться той прибавки веса, которая есть как по нормам. То есть это колебания, это и возможно, тем более на фоне стресса, на фоне перехода на другое питание. Это вполне естественно. А папа, он справляется со всеми проблемами, связанными с уходом за ребенком? Понимаете, наверное, я такой человек в жизни, я люблю, когда делают так, как делаю я. Да, он справлялся, конечно же, но я понимаю, он молодой парень. Я показываю держать так, а он держит по-другому. Он справляется, он безумно его любит, но у него вообще нет опыта. Так откуда он у него появится? Его нет. Если вы все время все делаете за него? Нет, я не все время, я не все время, у меня есть свои дети, своя работа, нет, я не все время. Няня постоянно находится с артиэлем? Ну, по-разному, 3-4 часа в день, с понедельника по пятницу. У нас есть видео, как сейчас живет маленький артиэль и как с ним справляется его няня. Вот так. Ложись, ложись, ложись. Оп. Оп. Вот так снимаем, раздеваемся. Так. Давай, хватайся, хватайся сильно. Какой у нас силач артиэль. Раз, два, три. Взять, кончили. Пф, пф. Ты уже кушать хотел, да? Кусить хотел. Давай будем кути, давай. Поднимайся, поднимайся вот так. Скажи. Все, вот так. Пойдем воды, сейчас мы пойдем. Водички, пап. Давай 5 ложечек на 150 грамм делаем. Конечно, мы будем видеть мамину глаза, да? А не мои. Мамину текло, да? Вот такой я голодный был, да? Да. Кто оплачивает няню? Он. Няню нашла я, это мои знакомые. Это няня вообще моих знакомых. Я не доверяю чужому человеку. В этой истории очень много я, я не позволю, я не доверю этого ребенка. Это не ваш ребенок. Люди доверяют мне. Очень много вас в жизни этих двух ребят. Это неправильно. Меня мало, меня мало. Мне кажется, мне вот сейчас в какой-то момент показалось, что если бы вот в какой-то момент они вас не встретили, то возможно было бы все намного легче и проще. Я не согласна с этой мыслью, поскольку женщина, которая должна была бы быть все равно, она помогает совершенно чужим людям, как она может, вот понимаете? Вот как смогла, так и помогла. Единственное, вот почему вы настолько разумный человек, почему вы сразу не обратились к грамотному юристу еще в период ее беременности, чтобы он уже вел это дело, и они бы уже быстрее все это сделали? Я не понимала, какая проблема перед нами встанет. Я не попадала в такую ситуацию никогда. Вы не специалист права, понимаете правильно. Я не разбираюсь в этом. Вы добрый человек, вы помогаете. Я просто человек, я не юрист. Все, что я, я понимала, что нужно обратиться к знакомым. У меня масса связей знакомых, у меня подруга работает в миграционной службе. Я поняла, сколько на это надо денег, я поняла, что это для них нереально. Вот ваши родные, как они реагировали на то, что вы вот так вот активно включились в жизнь совершенно посторонних людей и посвящали себя вот этим людям? Моя старшая дочь, я это видела, к ним ревнует. В нашей студии дочери Ольги, 23-летняя Анна и Маша. Маша, 14 лет. Здравствуйте, девчонки. Как вы относитесь к тому, что мама занимается совершенно чужим для вас ребенком? Скажем так, изначально я отнеслась к этому скептически. Мне было это очень странно, я искала где-то подвох. Когда я увидела, что мама вместо работы ходит к ним, помогает, то есть отменяет все свои дела. Я знаю, что для мамы работа, это очень важно. Но я очень хорошо знаю свою маму. Она не будет, она тоже разбирается в людях, она не будет помогать кому попало. Маша, а как ты считаешь, что было бы с этими молодыми ребятами, вот если бы не ваша мама? Что с ними было бы, я, честно говоря, вообще не представляю. Ну а не кажется ли тебе, что вот такая, может быть, сверх какая-то опека, гиперопека лишает этих людей самостоятельность? Тем более, когда им нужно уже получать какой-то опыт родительский. Ну, я думаю, что мама просто помогала получать им этот опыт. Она начала рассказывать, как нужно вот так же вот держать, как кормить. То есть она помогала, ну, приобрести им этот опыт. Я хочу пригласить в студию Мохаммеда Салам, папа Артиэля. Пропустив лекции в институте, он все-таки набрался смелости и приехал к нам на эфир. Мохаммед, как мы сейчас понимаем, держал в секрете от всех, что он живет гражданским браком с девушкой-иностранкой. В первую очередь в секрете от своих родителей. И то, что в столь юном возрасте он стал отцом. Ну, сейчас уже решился, видимо, об этом говорить. Мохаммед, мы вас ждем в студии. Добрый день всем. Добрый день. Добрый вечер. Мохаммед, объясните, пожалуйста, почему это было такой тайной? Почему вы скрывали свои отношения с Шибой и, собственно, свое отцовство вы скрываете до сих пор от своих родных? Объясните. Я понимаю, что мои родители не смогли бы с ним справиться сами, понять эту информацию. Они могли заставить меня вернуться в Египт и, возможно, забрать ребенка. Или даже просто перестать меня спонсировать. Именно поэтому. Ну, я думаю, что вот как раз последний пункт, наверное, ключевым является. Вы боялись, что отец, узнав, что у вас родился сын с девушкой, которую они, я так понимаю, не принимали, он бы прекратил помогать вам финансово. А почему им так не нравился ваш выбор? Почему? Чем им не угодила Шиба? Возможно, причина в том, что они хотели, чтобы я женился на девушке из моей родной страны. Но вы их знакомили как-то виртуально хотя бы с вашей девушкой? То есть я, в принципе, сделал первую попытку, но мне не понравилось-то, как отреагировали мои родители. На Шибу, поэтому я перестал пробовать. Я боялся, что они могут не принять Шибу и заставить меня жениться на девушке, которая мне не нравится, другой девушке. И я не такую себе жизнь представлял. А как они отреагировали на Шибу? Мне не понравилось их выражение лица. Я представил их как просто друга, но уже была очень негативная реакция, уже на их лице было видно. И на данный момент ваши родители не знают, что вы стали отцом, что у вас есть сын. Да, они не знают. Почему ваша жена Шиба не улетела с Артиелем? Почему она его оставила на вас? Опять же, самая большая проблема, что ребенок не зарегистрирован официально. Она будет лететь в Мальдивы через Турцию, и там ее просто не пропустит ребенок. Но вы могли в роддоме получить свидетельство о рождении. Мы не знали об этом, нам не предложили, нам никто об этом не сказал. Я знаете, что еще допускаю, может быть вы боялись, что оформив все необходимые документы, об этом бы узнали в институте, узнали бы в деканате, и возможно бы сообщили эту информацию вашим родителям. И тогда ваш папа лишил бы вас финансирования. Может в этом вся причина? Тогда не надо обвинять украинское законодательство. Я не думаю, что есть какая-то связь между регистрацией рождения моего сына и деньгами моего отца. Я не думаю, что такая связь есть. Если бы я стал независимым финансово, тогда я бы точно сообщил своим родителям, но чуть-чуть позже. Но смотрите, вы на момент рождения Артиэля, вы были финансово независимы от отца? Нет. Вы сейчас намерены принять меры для того, чтобы легализовать, оформить документы на вашего сына? Да, я хотел это сделать с самого первого дня его рождения. Я готов, готов оказать вам помощь в оформлении документов на вашего ребенка, чтобы ваша семья восстановилась и славнилась. Огромное спасибо. Я буду очень благодарен вам. Так, а как вы собираетесь это делать, Эдуард? Используя нормы законов Украины, необходимые процедуры, мы сможем оформить необходимые документы, пригласить вашу супругу в Украину. Простите, со всем уважением к вашей профессии и компетентности, очень большой вопрос, отпустят ли ее родители в Украину даже по туристической визе? Раньше у нее был повод. Она училась в институте, и она за этим приехала в нашу страну. Захотят ли ее родители ее дальше отпускать в эту страну? С такими законами, с такими нравами, с такими культурными различиями. Это очень большой вопрос. Вера, вот продолжая твой вопрос, я хочу задать Мухаммед вам вопрос. Знают ли родители Шибы о том, что у вас есть ребенок? Нет, я не думаю, что они знают. А вот Ольга говорила, что они знают, по крайней мере мама. Вы не уверены? Я не уверен, я не говорил напрямую с родителями Шибы. Она не разговаривает на моем языке, поэтому я не знаю. А что вы знаете о семье Шибы? Как вы думаете, как они могут отреагировать, если узнают, что у Шибы и у вас родился ребенок, и у вас в Украине семья? Честно говоря, я не знаю о них ничего. Они не очень говорят по-английски, поэтому мне сложно предсказывать. Не, ну подождите, вы у Шибы спрашивали, кто ее родители, чем они занимаются? Да, конечно. Отец бизнесмен. Потом у нее было два инфаркта, и он остался уже дома. А мать? Она занимается избирательными процессами, как-то в избирательной системе работает. Итак, Шибы уже нет сколько времени? С 7 сентября она уехала. Как часто вы общаетесь с ней? Каждый день. Что она говорит о ребенке? Она очень безумно по нему скучает, и каждый раз просит меня выйти на видеосвязь, чтобы увидеть ребенка. Она собирается приехать в Украину? Да, каждый день она рассматривает такую возможность, чтобы вернуться в Украину. Но когда она приедет? Честно говоря, я не знаю. Пока что мы еще это не решили. Я хочу, чтобы она вернулась как можно быстрее. А вы уверены, что Шиба вернется? Если такая возможность представится, она 100% вернется в Украину. Ну, в Мальдивах очень мало возможностей, конечно. Поэтому она отправила имейл в Индийское посольство в Нью-Дели. И она попросила, чтобы они выслали ей список требований, чтобы вернуться в Украину в качестве туристической визии. Опять же спросила про медицинскую страховку, то есть узнала информацию, как можно будет ей вернуться в Украину. Скажите, пожалуйста, сегодня каким-то образом у вас есть зафиксированный факт вашего родительства, этого ребенка? Я понимаю, ответ нет. Но на самом деле это сегодня крайне важный вопрос. Вот, коллега, давайте мы с вами представим. Сегодня этот эфир смотрят в том числе представители местных органов власти. Они получают информацию о том, что по некоторому адресу в Харькове есть ребенок, которого с точки зрения закона мама бросила, незарегистрированным. А мама в этой ситуации квинтэссенция с точки зрения того, кого определять папой, потому что они не расписаны. Сегодня, сегодня вот доказать ваше родительство, в моем представлении, или зафиксировать родительство, если это не может быть свидетельство о рождении, крайне важно. И если сегодня есть возможность сделать ДНК и так далее, это было бы крайне важно. Потому что завтра появится служба по делам детей, которая тоже попадает в ситуацию безвыходи. Они должны что-то делать. И вместо того приюта, которого вы боялись с точки зрения депортации, будет еще худший приют. Это будет больница, в которой ребенок будет изъят, как брошенной мамой. И втайне от своих родителей Шиби вышла на видеосвязь с нашей студией и согласилась поговорить. После рекламы не пропустите встречу мальгивской мамы с ее украинским сыном. Итак, мы продолжаем. Тема нашей программы «Гражданин мира». Это топ-шоу касается каждого. У нас есть видео, как молодой папа, придя после институтских лекций, сейчас вынужден заботиться о сыне без поддержки мамы, своей супруги. Субтитры создавал DimaTorzok На какие деньги вы сейчас содержите ребенка? Я получаю определенную сумму денег от своих родителей и таким образом поддерживаю своего ребенка. Довольно неплохо вас поддерживает папа. Скажите, когда вы все-таки собираетесь ему сообщить о том, что он стал дедушкой? Как я уже говорил, когда я стану полностью финансово независимым. Возможно, когда я закончу университет. А понравится ли вашему отцу, когда он узнает, что вы от него скрывали вот какое-то время, а может быть, несколько лет, этого ребенка? Я не думаю. Думаю, он будет очень недоволен. А кто ваш отец по профессии? Он тоже врач. Он строгий человек? Да, очень строгий человек. Именно это причина, почему я скрываю эту информацию от него. А что будет, когда он узнает, что вы ослушались его? В лучшем случае он просто просит мне вернуться в Египет. Самый худший случай, он просто обрадет все связи со мной. В нашей студии представитель египетского землячества в Украине Валид Атия. Валид, скажите, вот действительно в египетских семьях настолько важен авторитет родителей и настолько там все строго и серьезно? В каждом обществе свои обычаи, свои традиции. На Ближнем Востоке, независимо от того, что там говорят ислам или христианство, то есть в Египте 10% населения христиан, православные. И обычаи у них, у нас одинаковые. Мусульмане или христиане, это Восток. Восток дело тонкое. В Восток дети должны уважать родителей до самого смерти, как бы то есть. Уважение это заключается в одном, в слушании, в откровенности. Если я не буду себя вести правильно, значит я делаю что-то неправильно. То есть правильно это значит покорно, да? Быть покорным. Покорно и обсуждать, быть откровенным. Скрывать это неправильно в любом случае. Он сам не прав, потому что он не обращался к старшим. У нас как диаспора в каждом городе есть представительство. Он просто спросил у старших курсников. Подошел, спросил, у меня такая ситуация, как это можно делать? То есть вина здесь лежит на обоих родителей, ни на Ольгу, ни на кого-либо. Он просто не искал. Он всего боялся. И боялся, чтобы его где-то смотреть неправильно. Поэтому получилась такая накладка. А все было очень просто дело. Оформить брак в Украине для иностранных граждан очень элементарно. Просто перевод паспорта и наличие легального нахождения. 30-40 дней проверка документов официально. Без этого они не регистрируют. Есть сейчас срочные ЗАГСы за 24 часа? Нет, для иностранцев нет. В Киеве есть. Если бы он к нам обратился, мы бы нашли выход. Мы бы в Киеве пригласили и все оформили. Личная история совершенно, конечно, она положительная. Спасибо Господу. Потому что у меня моя дочь, именно моя дочь, единственная дочь, которая после окончания лингвистического университета, ее пригласили в Каирский национальный университет. Она там училась тоже еще, по-моему, два года. Там она встретила свою любовь. Да, он египтянин, да, он араб. Вначале у меня тоже присутствовал страх. Поначалу. Сейчас у меня два мука. У них был официальный совершенно брак. Они живут в Египте, у них официальный брак, плюс он легализирован в украинском посольстве. Мало того, она гражданка Украины и дети тоже граждане Украины. Наши редакторы побывали дома у Мухаммеда. Он рассказал, как сейчас он живет без Шиды. Это однокомнатная квартира. Я ее арендую. Здесь мы жили с Шиби, а сейчас я с РТЛ. Обычно я занимаюсь по медицине за этим ноутбуком, а сын возле меня лежит. Вот это ванная комната. У нас хорошее условие, чтобы в квартире жил новорожденный ребенок. На кухне обычно я много времени провожу по выходным. Готовлю свой фирменный плов по-египетски. Нам нравилось жить в этой маленькой, но уютной квартире. Она в центре города. Это удобно. После лекции мы с Шиби любили гулять в этом местном городском парке. Он находится возле дома. Сейчас мы прогуливаемся здесь с РТЛ и вспоминаем нашу маму. Шиби мне очень не хватает. Я очень по ней скучаю. И сейчас с нами на прямой связи Мальдивы. Шиби, здравствуйте. Расскажите, как вы там? Как вы живете вдали от сына? Я очень грущу, очень сильно грущу. И я очень скучаю по своему сыну. Я безумно по нему скучаю. Безумно скучаю по прикосновению к нему. Я скучаю также по Мухаммеду, по своему мужу. А ваши родные знают о том, что у вас здесь семья? Мухаммед и РТЛ. Мама знает про Мухаммеда, а отец просто не поймет. У него было два инфаркта, поэтому он не готов сейчас принимать эту информацию. Поэтому он сейчас не может понять эту ситуацию. Я не могу ему объяснить, что случилось. Но мама не знает про ребенка. Знает лишь про Мухаммеда. Мама все-таки не знает, что вы стали мамой. А почему вы боитесь ей сказать об этом? Моя мать не хочет, чтобы я вышла замуж за человека, который не финансово независимый муж. Человек, у которого есть работа, который, в принципе, уже стоит на ногах. Она не хотела, чтобы я женился, выходила замуж за Мухаммеда. И это просто разобьет ей сердце, если я расскажу еще и про ребенка. Раз уж так случилось уже, и ребенок никуда не денется, может быть, вы все-таки постарались бы найти слова для вашей мамы? Вы же хорошо ее знаете. И знаете, как ей правильно можно преподнести эту новость. И, возможно, она обрадуется, что она уже бабушка. Я хочу рассказать ей, но она очень строгий человек. Опять же, традиции и культура нашей страны. Родители не должны идти против воли своих родителей. А я уже это сделал, поэтому будет... Опять же, по традициям, я должна выходить замуж за мужчину, который финансово независимый. Поэтому будет очень сложно объяснить ей эту ситуацию. Мухаммед и RTL здесь, в Украине. И как отреагирует ваша мама, когда узнает, что друзья нашей программы станут помогать вашей семье оформить все необходимые документы для того, чтобы вы приехали в Украину? Она вас отпустит? Я думаю, она будет не против. Но если она, конечно, узнает, будет сложно. Я думаю, она мне позволит вернуться в Украину к моему ребенку. Но если она узнает про RTL и про Мухаммеда, будет очень сложно. Почему вы до сих пор не воспользовались возможностью, чтобы приехать в Украину по туристической визе и быть рядом с RTL? А в Мальдивах нет посольства Украины. Поэтому мне нужно отправиться в Индию, чтобы получить визу. Это очень большая финансовая тяга. Это большая проблема, потому что мне нужно отправиться в Дели, и я не уверен, что мне дадут вообще визу. Опять же, у нас нет денег, чтобы так отправиться в Дели. Я отправил информацию по имейлу, надеюсь, что удаленно смогу все организовать. И, возможно, у меня удастся получить визу. К сожалению, сейчас нам не хватает денег, чтобы это все сделать, чтобы получить визу. Шиби, а когда вы говорите, что у вас нет денег, вы имеете в виду себя и Мухаммеда, или вы имеете в виду свою семью? Проблема в том, что я не могу рассказать своим родителям. Поэтому единственные деньги, которые могу использовать, это те деньги, которые присылают Мухаммеду и его родителям. Мы живем на эти деньги его родителей. Поэтому его родители отправляют деньги только для него, и не знают, что у него ребенок. Поэтому не очень много денег. Нам нужен очень у нас ограниченный бюджет. Есть же все-таки причина, по которой не нравится Мухаммед вашей маме? Самая главная причина, потому что он финансово ненадежный человек пока что. Вторая причина в моей стране, в арабской стране, она очень боится, что он просто меня покинет, бросит меня и найдет себе другую. Потому что мы живем в разных странах, в разных точках мира. Скажите, а если Мухаммед все-таки найдет в себе силы и поговорит со своими родителями, расскажет все отцу, и папа скажет, ну, окей, как бы там ни было, забирай ребенка, бери свою жену, приезжайте вместе в Египет, вы поедете за ним? Да, конечно. Без проблем. То есть вы готовы жить в Египте? Да, да, конечно. Я сделаю что угодно, чтобы быть вместе с моим мужем и моим ребенком. А ваши родители, как же они тогда на это все посмотрят? Они будут уверены, что у вас все хорошо складывается? Я думаю, что если Мухаммед получит надежную работу, финансовую независимость, тогда они будут не против. У вашего ребенка по документам есть только мама. Есть женщина, которая его родила. По документам у вашего ребенка нет папы. Но папа сейчас с ребенком, а вы в другой стране. Если вы очень быстро не вернетесь в Украину, по законам Украины у вас есть высокие шансы потерять ребенка. Когда государство будет вынуждено вмешаться в процесс воспитания ребенка. Для вас это будет трагедия. Я не хочу говорить там какие-то другие сценарии, но это в том числе и сценарии, когда ребенок может быть усыновлен другими людьми. Я очень вас прошу, пожалуйста, взвесьте эти вещи. Потому что сегодня, защищая родителей своих от неприятной информации, вы рискуете потерять сына, и это очень реальная угроза. Пожалуйста, услышьте меня и приезжайте в Украину хотя бы на неделю. Как можно раньше. Чего бы вам это не стоило, если вы хотите быть мамой. Ой, Шиба, девочка моя, мне хочется плакать вместе с тобой, потому что я тоже мама. Я тебя прошу, бросай все. Приезжай к своему ребенку и к своему мужу. Вам будет сложно. Вам поможет землячество. Вам помогут юристы. Тебе помогут сделать эту визу. И даже деньги тебе найдут на приезд в Украину. Приезжай, пожалуйста, не бросай свою дитю. Даже если мы обеспечим ей билет, и родители разрешат выехать, с какой причиной. Если нет, то есть другой вопрос. Она может ехать на продолжение учебы, на магистратуру, бездубленное образование или нет? Путевку купить она не может. Проблема оплаты путевки и дороги. Это билет, ничего страшного. Вы можете купить для вашей диаспро? У меня нет инкорректного вопроса. Ей разрешат родители, если билет отправят? Разрешат. Вы купите билет? Пускай ответит. Вы купите или нет? Билет возьмем, ради бога. Все, вот берет на себя. Вот если здесь, вот друзья нашей программы, оформят визу, сделают приглашение, помогут оплатить билет, Шиба, ты прилетишь сюда, в Украину? Мама отпустит? Да, да, конечно. Безусловно. Даже если мать не позволит мне, я все равно приеду. А как ты объяснишь своей маме, куда ты летишь? Зачем? Да, в принципе, она уже знает, что я жената с Мухаммеда, вышла замуж на Мухаммеда, то есть я могу так это объяснить. Но я в любом случае поеду. То есть все-таки вы готовы сказать правду? Друзья, я просто хочу, чтобы вы понимали, нас смотрит многомиллионная аудитория. Я за честные отношения и друг с другом, и со своими детьми, и с родителями. Я не хочу, чтобы мы искали какие-то обходные пути и включали хитрые схемы для того, чтобы продолжать обманывать родители. Вы всегда были за права ребенка, так? Мы всегда поднимаем тему, в первую очередь, ребенок, так? Если мы говорим, что приезд Шибы в Украину, это защитит права ребенка, то мы должны это в первую очередь сделать. Спасибо вам, что вы поддерживаете, как диаспора оплаты ее при переезда. Мы готовы со своей стороны бесплатно оказать вам помощь в оформлении юридических документов. Надеюсь, что в ближайшее время вы приедете, мы сможем вам совместно помочь и оформить ребенка вашего на вас и на вашу семью. А мы со своей стороны нашли человека, который хорошо знает вашу семью, Мохаммед. Это ваш земляк, который очень хочет вам помочь и готов примирить вас с отцом. Встречайте, это Мохаммед Хаммед. А что вы сказали сейчас Мохаммеду? Я его спросил о том, что он не узнал, и чтобы он не беспокоился, мы ему поможем, то есть сообщит отец. Мохаммед, а вы узнали этого человека? Да, да, конечно, он же приезжал в Украину. Кто этот человек для вас и для вашей семьи? Он помог мне разобраться с визой. В принципе, это все, что он сделал, но это очень важно. Тогда у меня к вам вопрос. Почему вы так уверены, что сможете поговорить с отцом Мохаммеда, которого он очень боится и даже скрывает внука? И почему уверены, что этот мужчина вас поймет? Во-первых, я хочу сказать, что Мохаммеда я организовал его приезд в Украину на учебу именно в Харьковский медицинский университет. Он один из хороших студентов, так скажем. И даже при поступительном экзамен он с первого раза сдал. То есть у него по учебе не было никаких проблем. Знание с английского языка, как вы знаете, то есть прекрасное. Ну, отец, я сам врач, поэтому я предпочитаю, что отец все-таки послушает Мохаммеда. А какие будут у вас аргументы? Ну, сначала выйдем после вашей программы на прямой связь с отцом. Ну, для нас важно сейчас, какие документы у Мохаммеда есть. Даже если, так скажем, по-мусульмански у него там мечет был, ну, какой-то документ. Ну, вы уверены, что это нужно делать вот уже сейчас, прямо после программы, связываться с отцом? Вот я смотрю на Мохаммеда, мне кажется, ему это не очень нравится. Может, для начала нужно поговорить с Мохаммедом, попытаться вывести его из этого состояния страха. И потом уже предпринимать какие-то попытки, чтобы построить мост с отцом. В любом случае должно быть согласие Мохаммеда, потому что это его жизнь и его отношения с родными. Для этого нужно понимать, что такой отец мусульманской семьи. Мохаммед, вы бы хотели, чтобы ваши отношения с отцом сейчас вмешались в посредники? Я не думаю, что это помогло бы, даже если бы он вмешался. Я думаю, что даже если бы он пытается убедить мой друг. Я знаю своего отца, очень-очень хорошо его знаю. У него хорошее намерение, но я не думаю, что это поможет его убедить. Я думаю, это только ухудшит ситуацию, если он поговорит с моим отцом. Но, возможно, тогда эти люди, Мохаммед Хаммед и Валид Ати, это люди, с которыми вам все равно нужно быть в постоянном контакте. Это люди, которые помогли бы вам получить такую важную для вас финансовую независимость от своих родителей. И после этого вы бы смогли им сообщить. Может, вы могли бы помочь этому парню с работой? Может быть, есть какие-то варианты? Но быть студентом медицинского университета и работать, это несовместимо. То есть это будет за счет обучения. Но, другими словами, тогда еще пять лет ему придется все это скрывать. Понимаете, о чем мы сейчас говорим? Уже телевидение есть. Родители узнают от его куча друзей. В Харкове больше тысячи студентов из Египта, они его знают. Уже информация дойдет. Лучше сейчас, чтобы с родителями общаться, чтобы узнали эту информацию от первых лиц, чем получит папа или мама, получит такую информацию от третьих, четвертых. И каждый будет искажать информацию и нашу передачу сейчас по-другому. Тогда вообще будет обрыв и разрыв между отношениями. Тогда, может быть, вы пообщаетесь с Мухаммедом и вместе поможете ему подобрать эти слова для отца? Это правильно. Главное, что Мухаммед говорил одно, что Ольга сказала, что у них есть обвенчание в мечеть. Этот документ важен при вообще открытии разговора с отцом. Чтобы было хоть и исламское... Этот документ есть уже, то есть, слава Богу. Да, если он есть, то это один плюс в этой ситуации, единственный. То, что он скрывал, то, что он... это другое. Вопрос документации, Гадим Багиров уже занимается. А главное для отца, чтобы хотя бы все было как бы религиозно правильно. Это... А уже раз он решился на такой шаг в эту передачу. Да, Мухаммед, вот ты сейчас правда сидишь как бы в образе жертвы, но с другой стороны ты понимал, на что ты идешь. Ты шел на телевидение, потому что тебе было необходимо решить эти все проблемы. И ты почти добился своей цели, потому что здесь люди, которые мне все равно, что с тобой происходит, которые готовы помогать. И которые готовы тебе помогать, не навредив тебе и твоему ребенку. Ты это понимаешь? Да, я понимаю. Что иначе бы ситуация только лишь усугублялась. Да, я понимаю. Я очень-очень сильно вас благодарю за все это. Так, давайте тогда все-таки определим алгоритм действий. Что должен делать Мухаммед? Я считаю, что я возьму для первого начала вот этот его документ, который он расписал по-муслиманской. В мечети. И буду входить, то есть прямой, ну то есть связь с отцом, поможет тоже в этот диаспору. И я думаю, что он воспримет это. То есть рано или поздно все равно надо это сказать. И пусть не боится. Ну, я, конечно, благодарен вот за юридическую поддержку и консультацию, но мне кажется, здесь очень важна и психологическая поддержка. Так, Вера Романова, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, на Мухаммеда. И у него есть очевидно принятое решение. Он решил нарушить родительское повиновение, выбрав любовь. Но он его просто отсрочил. И ему на это нужно было пять лет. Он не разобрался в документах и в правилах жизни в нашей стране. И то, что его отец очевидно от него откажется, либо он перестанет его финансировать, либо он его заберет обратно и быстро женит, после вмешательства третьих лиц каждый раз ситуация становится все хуже и хуже. Ну, послушай, а может быть, вот этот мальчик, славный Артеэль, как спаситель, да, переводится его имя. Так, может быть, этот вот мальчик дан для того, чтобы спасти этих молодых людей от этого, не знаю, замкнутого круга лжи, которым они себя окутали, вот ограждают себя от родителей. Есть различные рамки, в которых разговариваем мы, и культурные реалии, в которых мы живем, и мы их помещаем в нашу культуру. А есть культурные реалии жизни этих двух молодых людей, которые полюбили друг друга. Ну ладно, ну вот что сидят люди, они что, из другой культуры? Вали Татья, Мухаммед Хаммед, они знают семью, они знают культуру. Но я истинно считаю, что сообщать родителям Мухаммеда о том, что они стали бабушкой и дедушкой, должен непосредственно Мухаммед, а не третьи лица. Это абсолютно очевидно. Как речь идет о Мухаммеде, ему просто помогут. Ну надо найти все равно подходящий к отцу, и с ним, ну то есть рано или поздно он узнает. И после нашего присутствия в вашей программе, чем быстрее сообщить его, тем быстрее он узнает от его коллеги. Если они скрывали уже так долго, они любят друг друга, первое, что вы должны сделать, это перевести девочку в Украину. В Украину, что вы, воссоединена семья, а потом расскажете и мамам, и папам, и всем. Вы уже скрывали, уже две недели ничего не решает. Потому что вот это, если рассказать заранее, она еще в другом государстве, может произойти крах. И между ними будет пропасть непроходимая совершенно, неперелетаемая. Приезжай, солнце, пожалуйста. Тебе помогут, а потом вы вместе покаетесь, расскажете все. Прежде всего должна быть уверенность в себе. Мухаммед, извини, я не вижу, ты не выглядишь как уверенный в себе парень и глава семейства. Пора уже окрепнуть. Ну правда, я тебе говорю, да, у нас может быть разные культуры, разные воспитания. У меня тоже есть страх перед моими родителями. Но у тебя, получается, твой страх перед твоим папой сильнее, чем страх потерять ребенка. Это неправильно. Ты уже родитель. Ты муж. Ты мужчина. Пора уже расправить плечи. Как только мы обратились в Харьковскую мэрию за информацией и рассказали эту историю в деталях, заместитель городского головы по социальным вопросам Светлана Александровна Горбунова-Рубан сразу приняла решение приехать на этот эфир. Готова ли она разбираться и сможет ли помочь ребятам здесь, в Украине, на родине их новорожденного сына? Не пропустите. Сразу после рекламы. На телеканале Интерток-шоу касается каждого. Тема нашей программы «Гражданин мира». Мы обсуждаем удивительную историю любви двух студентов-иностранцев и будущее их сына, рожденного в Украине. Как только мы обратились в Харьковскую мэрию за информацией и рассказали эту историю в деталях, заместитель городского головы по социальным вопросам Светлана Александровна Горбунова-Рубан сразу приняла решение приехать на наш эфир, чтобы разобраться и постараться помочь ребятам здесь, в Украине, на родине их новорожденного сына. Итак, представитель Харьковской мэрии Светлана Александровна. Добрый день. Светлана Александровна, вы, в принципе, что-то слышали об этой замечательной паре иностранных студентов до того, как связались наши редакторы с вами? Ну, давайте так. Я об этой ситуации узнала позавчера, во второй половине дня, когда мне позвонила Катя с вашего канала. Ну, то, что я моментально начала наводить справки и пытаюсь до сих пор понять, что произошло и чем можно помочь, это я не буду комментировать. Вчера в адрес Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса пришло письмо с вашего канала с просьбой отпустить меня сюда в качестве эксперта. Геннадий Адольфович вызвал меня к себе и сказал, там речь идет о ребенке, бросай все и в Киев. Поэтому я сегодня... Вот у меня билет на утренний самолет, я сегодня прилетела утренним самолетом и изо всех сил буду стараться как бы разложить ситуацию по полочкам. Значит, сразу попрошу прощения у тех, кому не понравится то, что я здесь буду говорить. У этой проблемы есть несколько составляющих. Первая составляющая это Оля. Не будучи... Ну, поаплодируйте. Не будучи профессионально подготовленным человеком, не имея понятия, как устроена система управления в громаде, касающаяся защиты прав детей, семейного права и прочих всех моментов, она практически замкнула на себе эту семью, не давая им никакого шанса проконсультироваться еще где-либо. При этом никаких рекомендаций, а исключительно давление и собственное мнение, которое она ставила во главу угла, давая те или иные советы. Я так посчитала, я решила, что им нужно срочно выехать из Украины, я отвела к своему врачу, их ребенка наблюдает мой педиатр. Детка, вы кто? Вы для начала своими неграмотными действиями оставили ребенка без матери, и я отвечаю за свои слова. Это первая проблема. Вторая проблема – это Шиба. Она 6 лет прожила в Украине, она училась в высшем учебном заведении, она хорошо знает правила, традиции, законы, порядок в семейных отношениях в своей стране. И когда случилось… Она уже взрослая женщина, ей 26 лет, в отличие от Мухаммеда. И когда у них случилась вот такая вот огненная ситуация, она как женщина, потому что этот вопрос на 90% зависит от поведения женщины, должна была, ну, если хотите, образумиться, осмыслить все, что с ней происходит, и все-таки подумать о перспективе. Потому что та перспектива, которая сегодня складывается для этой семьи и этого ребенка, она очень проблематична. И прежде всего для родителей. Она не знает, как выйти из своей семьи, не потеряв отношения с семьей и с родителями, и не хочет себе признаться, что эти отношения будут разрушены, как только она покинет семью под любым предлогом, по любому поводу и за любые деньги. То есть она семью потеряет. Вопрос, что она приобретет здесь, как она сможет жить и обеспечивать своего ребенка, это тот вопрос, на который она себе честно должна ответить. Третья составляющая проблемы. Это сам Мухаммед. Посмотрите на него. Вы его тут прессуете уже два часа. Молодой парень, 20 лет, он приехал в Украину учиться, он только начинает свою жизнь. Он попал. Понимаете или нет? Он вошел в полную зависимость от этой женщины, находясь в полной зависимости от своей семьи. И он находится вот на перепутье, в состоянии этого безумного выбора. Он не знает, кого выбрать. Потому что и тот, и другой выбор влекут за собой очень серьезные последствия. Я согласна с коллегой-психологом. Спасибо. Не трогайте его. Никаких третьих лиц. Он сам должен принять все необходимые решения, как мужчина, раз жизнь ему подарила такое испытание. Теперь вот я с Ольгой общалась до того, как выйти сюда и прилететь сюда. Оказывается, для того, чтобы мама, ну, во-первых, ей не нужно было покидать страну. Ей нужно было пойти в миграционные службы. Я говорила с миграционной службой. Они бы, имея на руках справку о рождении ребенка, продлили бы ей время пребывания. Не нужно никакого для этого вмешательства. Ничего, кроме личного обращения. Почему она этого не сделала, я не понимаю. А Мухаммед замкнулся в себе. Он мог пойти в деканат по работе с иностранными студентами. Он боялся. Они бы моментально вышли на меня, потому что у нас полный контакт. Поэтому, если бы он обратился в деканат по работе с иностранными студентами, они бы моментально вышли на меня. И мы бы все разложили по полочкам, и эта бы ситуация была выглажена. И проблемы не было никакой. Так вот, все время мне рассказывают, что уехала, потому что не взяла ребенка, потому что не смогла зарегистрировать, а теперь не может вернуться, потому что без нее не могут зарегистрировать. Уважаемые господа правозащитники, разрешите вам доложить. Я просто на этой бумажке, пока слушала, я быстро-быстро себе записывала, что я не должна пропустить, и о чем я вам должна сказать. Поэтому не взыщите. Вот она у меня так выглядит. Значит так, наказ Минюста от 18 октября 2000 года, номер 52, дробь 5, про затверджение правил державной регистрации актов громадянского стану в Украине. Документ. Пункт третий определяет порядок державной регистрации народженої дитины. Так вот там прописано все до тонкостей. Если родители дитины не перебывают в шлюбе, то родственник дитины может быть зарегистрировано за местом проживания особи, которая признает себя родителем дитины. Если с заявкой о государственной регистрации родственника, эта особа одновременно подает заявку про признание родительства непосредственно в ЗАГС. Какой нотариус? Какие переводы? Понимаете? Это написано в нормативном акте. Раз. Поэтому, что касается ДНК. ДНК работает в том случае, если мужчина не хочет признавать отцовство, женщина подает на него в суд о признании отцовства, чтобы подать на алименты, а суд назначает экспертизу ДНК, чтобы установить или не установить отцовство этого мужчины по отношению к этому ребенку. Мухаммед, вы готовы признать отцовство по отношению к своему ребенку? Он готов. Зачем нам экспертизу? Вибачте, дозвольте мне сейчас вам сказать. Вы зачитали нормативный документ 2000 года. Я не дочитала. Я сейчас объясню. А у нас, вибачте, в 2004, по-моему, была выключена с Семейного кодексу 127 стаття. И теперь, для того, чтобы этого пана записать батьком, должна быть обязательно сгода матери. Ну, не спорте с ним. А, сгода матери. Абсолютно. А мать не может дать сгоду, потому что ее нет в Украине. Про это мы говорили. 135 стаття Семейного кодекса. Я поняла, о чем вы говорите. Сгоду мать может дать на расстоянии. Это реально ее заверит. Но она для начала должна стать матерью. Как бы там ни было, в любом случае, сейчас, пока шел этот эфир, наши продюсеры решили вопрос с ДНК. С ДНК-тестом. То есть мы можем предоставить такую возможность с помощью Семейной клиники Амеда. Сразу после этой программы возьмем необходимый биоматериал, если у тебя будет желание. Мухаммед, возьмем все биообразные, для взятия теста ДНК. Дело в том, что я вопрос отцовства затронула попутно. Я о нем говорить не собиралась. Речь идет о регистрации. Я говорю о регистрации. Но это не помешает, я так понимаю. Пункт восьмой этого же документа. Державная регистрация народжения проводится за заяву про державную регистрацию народжения батьев, детей, или одного из них. А в разе смерти батьев, или в разе, если они из других причин не могут зарегистрировать народжение за заяву родителей, других людей и у повноваженного представника заклада охраны здоровья, в яком народилась дитина, або в яком на этот час она перебывает. То б-то они могли еще в роддоме это все оформить. Конечно, да, мы об этом говорили. Проблемы нет. Значит, что касается, что дальше, этот же документ говорит о том, что нету, нету ни одного случая, ни одной ситуации и ни одного повода отказать в регистрации рожденного ребенка тому, кто пришел его регистрировать. Ой, мы вас ловим на слове, уважаемый Харьков. Ловите, я сейчас закончу. Словим на слове. Ловите. Это крайне важно. Так вот, что касается просроченной визии. Ребенка в любом случае регистрируют, если мать обращается за регистрацией ребенка при наличии медицинской справки. Даже если у нее срок пребывания в стране просрочен, особенно, если он вызван рождением ребенка. А после этого сообщают в миграционную службу о том, что на территории Украины есть вот такой человек с просроченной визой. То есть не могли в ЗАГСе отказать в регистрации ребенка. Александр, но вот сейчас всего этого не случилось, о чем вы говорите. Не случилось. Вот мы сейчас имеем ситуацию. Мама там за несколько тысяч километров, папа... Сейчас, я прошу прощения, я не врала, что мне отказали в регистрации. Я не закончила. Значит, я не закончила. Я брюхуха просто, понимаете? Я соврала, мне не отказывали в регистрации. Пожалуйста, я говорю то, что я не придумала. Я говорю то, что мне... Я же все время, понимаете, я же все время консультировалась. придумала. Я говорю то, что мне сказал начальник обл.юста нашего. Татьяна Петровна у нас член комиссии по защите прав детей Егорова. Я сразу связалась с ней. Таня, что будем делать, как будем в этой ситуации поступать. Я говорю то, что мне сказали три начальника наших ЗАГСов городских по поводу возможной или невозможной регистрации. И в Харькове принято решение о том, что этот ребенок будет зарегистрироваться при появлении отца, при наличии его паспорта, при наличии у него справки медицинской о рождении ребенка и копии паспорта мамы. Вот так. Вот так. Посмотрим. Посмотрим. Время покажет. Есть. Время покажет. Если мы что-то сделаем не так, вы обязательно узнаете. А я проконтролирую. Да, еще до выхода. По закону вы так не можете делать, но посмотрим. Вы же понимаете, что происходит. Если бы они были расписаны, ваша процедура абсолютно правильная, они не расписаны. И вы зайдете в тупик вот здесь до тех пор, пока вот эта пани не повернется в Украину. Вы будете ее ждать точно так же, по поводу пани у меня большие сомнения. Пусть Бог меня простит. Вот давайте будем ее просить, хныкать, молить Бога, кого угодно. Но она здесь основная. Еще один момент, который позволяет нам немножко, как бы, ну будем говорить так, вот так вот, да? Первое. В документах родильного дома действительно, на титульном листе, мы когда заполняем, мы всегда пишем, назовите, пожалуйста, кого-то, кому можно позвонить, в случае если. И Мухаммед записан там со всеми своими данными, как отец. То есть у нас есть подтверждение, что Сиба его назвала отцом ребенка. И мы косвенно воспользуемся этим документом. У нас все это есть. У нас есть, у нас есть Оля, которая выступит свидетелем, если нас будут казнить. Я присутствовала на родах. И если вы сделаете экспертизу ДНК, это будет еще один, это еще один будет плюс в нашу. Мы сделаем. Мы берем на себя это обязательство. Мухаммед, если ты даешь согласие, Мухаммед, то мы сделаем экспертизу ДНК. Ну, поверьте, что мы настроены на то, чтобы им помочь. Это класс. Поверьте. И, в принципе, все, вот с кем я все это время консультировалась, я ехала из Борисполя, я консультировалась, меня, по сути, застали врасплох. Я не знала этой темы. А также, извините, если она не успевает приезжать, она может делать документы в посольство Украины в Индии, об его отсутствии. Это тоже легальный документ. Он поможет в оформлении этого. По регистрации не может. Почему не может? Потому что не может. Там особо стоявка материн. Не может. А документы с посольством являются документами? Здесь написано обо. Точно так же, как и усыновление не происходит по документам посольства. На выезд ребенка из страны можно? Обязательно должно. Когда у меня муж был за границей, а у меня в списке в перечне документов на вывоз своего ребенка из страны не было конкретной страны, в которую я хотела с ребенком выехать, он там в посольстве писал заявление, и наши... Это нотариальные документы имеют силы. Я прошу прощения, у меня есть большая просьба к экспертам. Давайте думать хорошо. Поддержите нас. Нет, мы с вас поймали на слухе. Мы хотим решить этот вопрос. Мало этого. Давайте еще подумаем о том, если... Ну, действительно, проблема сложная. Если мы по всем позициям зайдем в тупик, вы маму никогда мамой не зарегистрируете. Но вы можете зарегистрировать хотя бы папой. Я имею в виду... Она у нас мама уже в справочке. А папа нет. Ну, это записано. А папа... Может быть, еще вариант судового решения. Вызнаня батька батьком. Без проблем. С учетом отсутствия мам. Ну, он же может добровольно заявление написать. Без суда. Мама должна согласиться с тем, что он отец. Вы понимаете? Ну, поверьте, по зимону. Да нету мамы. Мама уехала и бросила. Поверьте, мы имеем опыт, когда мужчина сам добровольно приходит и заявляет о своем отцовстве без согласия мамы. Если в том... Нету этой статьи уже. Если маму мы найти не можем. Нету этой статьи. А здесь мы сделаем вид, что мы ее найти не можем. Ну, вы не верите. Встретимся, поговорим. Давайте будем все-таки рассчитывать на то, что, Шиби, вы как можно скорее все-таки приедете в Украину. С другой стороны, я абсолютно доверяю Светлане Александровне и нашим экспертам, которые, ну вот, словно ветер не бросают, и тем более сейчас на всю страну мы об этом говорим, и мы понимаем, что мы не можем оставаться без участников, потому что маленький ребеночек есть, по документам его нет, это недопустимая ситуация. Я чисто по-человечески хотел бы сказать огромное спасибо все-таки Оля вам. Спасибо. Я по-человечески понимаю ваше желание помочь, опекать этих ребят, поддерживать их в Украине, поддерживать по-родительски, подсказывать. Я просто хочу вам объяснить, что есть закон. И вот Светлана Александровна и Людмила Семеновна, они говорят с вами языком закона. Закон не всегда равно человечность, понимаете? Чаще всего не равно. Чаще всего, да, не равно. Поэтому я прошу вас не обижаться. И мы сейчас вместе можем объединиться и осправить ситуацию. То, что было неправильно сделано, ну, возможно, по незнанию, возможно, в связи с отсутствием какого-то опыта. Нет, я не согласна. Я могу рассказать и опровергнуть Светланы Александровны слова. Не работает. У нас регистрация. Я ходила по кругу, я ходила к заведующей, они пять раз консультировались. У меня есть эти документы здесь все. Никто не согласен был зарегистрировать это ребенка без вмешательства Светланы Александровны. Я никому ничего не вру. Я ходила там несколько раз. Меня кружили по коридорам и ничем мне не помогали. Я никому не вру. Не работает это у нас. Оля, вас никто не обвиняет во вранье. Это работа. Светлана Александровна говорит, почему я не пошла. Оля, вас ни один человек не обвиняет во вранье. Вам говорят, что вы некомпетентны в этих вопросах. Почему компетентные люди на Рынь Морская 28 сказали мне, что это невозможно другим путем? Оля, потому что вы не юрист, потому что вы не знаете закона, потому что вы их так услышали, потому что мы слышим себя больше, чем слышим других. Мухаммед, можно с вами поговорить секунду? Я попробую вам объяснить в языке нашей культуры на таком примере то, о чем сейчас все мы говорим и то, что мы обсуждаем. Вы же врач, правильно? Будущий, ну и настоящий. Вы же не будете обращаться к кардиологу, если вы сломали ногу. Вот в вашей жизни произошла приблизительно такая же ситуация. Вы сломали ногу, но пошли к кардиологу. Она вас опекала, лечила, любила и сопровождала. А надо было накладывать гипс и идти по процедурам, по законам для того, чтобы все это сохранить. И единственное, чего я сейчас опасаюсь, это то, что вот от кого-то из нас или присутствующих в студии быстро долетит информация об этом до вашего папу и вашу семью. Вас и вашего ребенка сейчас я говорю. Я сейчас не беру маму этого ребенка в счет. Просто лишат самого основного жизнеобеспечения. До тех пор, пока вы студент. Я просто очень прошу вас и умоляю, перестаньте вмешиваться в жизнь этого человека. Компетентные органы уже вмешались и уже пообещали помочь. А присутствие няни, наличие семьи, наличие финансирования папы так или иначе выводит эту ситуацию из тупика. поймите, начните обращаться к тем людям, которые компетентны. Не к тем, которые визы делают, а к тем, которые понимают, как устроены законы в нашей стране. Мне кажется, что если у ребят нет никакой другой поддержки, то все-таки отказываться от Оли может быть, это было бы неправильно и неразумно. Никто не говорит отказываться, но действовать в том русле, когда мы не знаем Если уже нужно прийти в мэрию, вместе с Олей можете прийти, Я ходила в компетентные органы. Это не работает. У нас, как говорит Светлана Александровна, это неправда, это не работает. послушайте, я понимаю, что это вырежут, я готова пойти, потому что я знаю, что это не работает в Харькове. Да, вот, какие планы. Послушайте о наших планах, что мы уже планируем сделать. В понедельник в 4 часа дня я собираю совещание всех причастных к этому вопросу специалистов, чтобы грамотно выстроить формулу работы нашей, чтобы все-таки достичь какого-то результата. Я приглашаю в 4 часа к себе в кабинет, специально на 4, чтобы после занятий Мухаммеда. Я приглашу официального переводчика из нашего Департамента иностранных дел. Я приглашу обязательно представителя деканата по работе с иностранными студентами, то есть всех. Ну и если представителя диаспоры... диаспоры присутствует как переводчик, Давайте, давайте, давайте. Спасибо, спасибо. Александр, и Олю, она носитель огромного блока информации. И вы должны его там прессовать. Я знаю, чем это закончится. Оля, вы придите туда соскочим просто. Я знаю, я видела это своими глазами в течение двух месяцев, как создается ваку. Сейчас другая штука. Оля, перестаньте упираться. Ситуация развернулась в другую сторону. Я не перестаньте, я попадала в эти ситуации. Я знаю, как работают городские власти Харькова. Я тут родилась. Вот городские власти Харькова. Оля, смотрите, вы же приехали сюда к нам, в эту студию. Вы же приехали за помощью. Да, конечно. Вот, эту помощь вам предлагают. Примите эту помощь. Я, конечно, за. Это реальная помощь. И часто так бывает, послушайте, если что-то не работает до нашего эфира, то это начинает работать после нашего эфира. Я знаю сама, на личном опыте. Оля, ну что вы все отрицаете? Я почувствовала это на себе. Я знаю, как это не работает в Харькове. Перестаньте жить в прошлом. Я не прошлым живу. Может, был негативный опыт. Сейчас заработает и будет по-другому. Светлана Александровна. Да, все будет так, как я сказала, раз. Оля, Олю я имею в виду вместе с Мухаммедом, потому что они неразлучные, неразрывные. Вот. А то, что опыта... А то, что опыта в общении с властными структурами у вас, Оля, нет, это однозначно. Приходите, приобретайте, я вам помогу. Тут без вариантов. Я очень благодарен вам, что вы оперативно среагировали на понедельник. Я уверен, будет успешное совещание. Мухаммед, вы получите ту помощь, которую вы ожидаете. Я в этом не сомневаюсь. Нужна будет поддержка, помощь. И Диаспора, и мы готовы помочь поддержать вас. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Система работает, но она не касается Мухаммеда, потому что он замечательный папа. Ребенок состоит на учете в поликлинике. Он регулярно, он дважды за это время уже посетил поликлинику. Они уже сделали прививку. Педиатр их наблюдает. Плюс Оля им пристегнула еще своего педиатра. Вы видели, как он лелеет и ухаживает за этим. То, что он нанял няню, то, что он от него не отказался, то, что он никуда его не дел, это его характеризует очень положительно и дает всем нам большую надежду. Поэтому мы его должны поддержать, его, так сказать, ситуацией. Он большой молодец. Социальные службы ему на сегодняшний день не грозят. Не грозят. Хорошо. И вот знаете, вот с этим, Светлана Александровна, я бы очень хотел, чтобы эту программу сегодня посмотрел в Египте папа Мухаммеда. Чтобы он увидел, какой его сын заботливый, трепетный отец. И чтобы он увидел своего внука. Ведь Артиэль тоже приехал на эту программу. Я приглашаю маленького гражданина в нашу студию. Ваш Артиэль теперь в нашей студии. Вы можете обратиться к нему ошибе? Привет, Артиэль. Еще раз привет, Артиэль. Я рада тебя видеть. Мамочка очень по тебе скучает. Очень-очень. Вы знаете, я почти не сомневаюсь в том, что вот пройдет время, пройдут годы, и потом Артиэль уже тоже посмотрит эту программу. Все вы будете, наверное, улыбаться, просто вспоминая свои какие-то страхи и боязнь рассказать всему миру о вашем счастье. Я уверен, что так и будет. И еще, знаете, Мухаммед, вот у меня просьба. Вот когда ты будешь говорить со своим отцом из Египта, вот возьми сына на руки, покажи своему отцу, какой у тебя чудный малыш. И вместо страха передай ему своему египетскому папе тепло его внука Артиэля. И улыбку. Он же улыбается, я знаю, в свои два месяца. Вот пускай твой отец обязательно увидит улыбку Артиэля, это обязательно поможет вам наладить с ним диалог. Все получится, не сомневайся. И хочу сказать, что у нас же в основном женская редакция, и наши редакторы, девочки, решили сделать Артиэлю очень милый подарок. Я попрошу его вынести в студию. Скоро зима, поэтому мы хотим, чтобы этот комбинезон согревал малыша во время украинских холодов. И напоминал, что в нашей студии есть люди, которым не безразлично судьба вашего замечательного малыша, рожденного здесь, в Украине. Находите в себе силы принимать важные решения, особенно те, от которых зависит жизнь и здоровье ваших детей. Это важно, это касается каждого. Расскажите свою историю нашим редакторам. Сейчас на экране вы видите номера телефонов «Горячие линии». Как будут развиваться события за кулисами. Смотрите на официальном канале «Касается каждого» в YouTube. Спасибо, что были с нами. До свидания. Здравствуйте. Присаживайтесь. Мы возьмем анализ ЛНК, биоматериал. Это будет браться слюна у вас и у ребенка. Вы согласны? Все, 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 все. Анализ запечатан в конвертке и отправляем в лабораторию. По результатам ДНК-теста я Мохаммед на 99,9% отец Артеля. Наверное, по-другому не могло и быть. Спасибо телеканалу «Интер» и программе «Касается каждого» за то, что у моего ребенка наконец-то появился документ свидетельства о рождении. И теперь, благодаря результату ДНК, я смогу через суд доказать, что я родной отец ребенка. Спасибо экспертам программы «Касается каждого», которые помогают мне с приезда мамы Артеля из-за границы. И я надеюсь, что Шиба скоро сможет прилететь из Мальдив. И мы с Шибой придем в студию «Касается каждого» на этот раз уже в статусе моей официальной жены. А со своим папой из Египта по поводу рождения внука в Украине я поговорю сам, лично, обязательно. Но не сейчас, чуть позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...